Девушки отдыхают Свидетелем Иисуса Христа, мир, плоти дьявол скажут, не будешь ты свидетелем, не будешь ты свидетельствовать о нем. Но вот вопрос, откуда Христос знает, что мы будем его свидетелями? Или на каком основании он заповедует нам быть его свидетелями? Евангелие от Иоанна, первая глава, Иисус доказывает свою власть, свой авторитет на Фанаилу. Он говорит, прежде чем Филипп позвал тебя, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Евангелие от Иоанна, первая глава, 48 стих. Он видел на Фанаила под смоковницей, хотя он не был рядом с этой смоковницей. Евангелие от Луки, пятая глава, мы говорили о том, как ученики ловили всю ночь и ничего не поймали. Иисус говорит, забросьте сети ваши. Они забросили сети и поймали немало рыбы. Так что в первой главе Евангелия от Иоанна, Иисусу не надо быть рядом с деревом, чтобы увидеть, что под этим деревом или кто под этим деревом. В Евангелии от Луки мы говорим о том, что Иисус видел под водой, хотя он не находился под водой. Ему не надо было там находиться. Он говорит в Евангелии от Луки, 10 глава, очень непонятный, таинственный стих. «Я видел Сатану, падающего с небес». Он видит невидимых духов. Он видит в удаленных местах. Он говорит на Фанаилу в Евангелии от Иоанна 1, 51. «Ты будешь видеть небеса отверстами и ангелов Божьих, восходящих. И не сходящих на Сына Человеческого». Он видит то, что еще не случилось. Потому что Он видит все. Потому что Он Сын Божий. И Он говорит нам, «Вы будете Мне свидетелями». Он имеет полное право так говорить. А наше дело — посвящать всю свою жизнь этой цели. Потому что мы принадлежим Ему. Потому что мы дважды принадлежим Ему. Во-первых, по праву сотворения. Он сотворил нам нас. Во-вторых, по праву искупления. Он искупил нас. Он поддерживает нас. Благодаря Ему мы только и живем. Мы живем каждую минуту, каждый день. Потому что Он дает нам жизнь. Так что, пожалуйста, благодарите Господа каждый день за то, что Он сохраняет вам жизнь. С утра пораньше, благодарите Господа и скажите, «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты мне дал дожить до 9 сентября 2010 года». Он думал о нас, когда не было еще людей на этой земле. Он представлял себе нас. А потом сотворил нас. А теперь поддерживает нас. Дает нам жизнь. Псалмопевец говорит в 99-м Псалме, «Мы Его народ, мы овцы паствы Его. Мы Его народ, и мы будем Его свидетелями». Деяние 1.8. В 2-м послании к Коринфянам, 5-я глава, есть один очень важный стих. Откройте, пожалуйста. 2-е послание к Коринфянам, 5-я глава, 15-й стих. 2-е послания к Коринфянам, 5-я глава, 15-й стих. Пожалуй, один из самых удивительных стихов в Библии, особенно в связи с тем, как нам относиться к нашей жизни, и как мы уже относимся к нашей жизни. Нам кажется, что жизнь наша определяется смертью Иисуса Христа. Хочешь понять свою жизнь? Пойми смерть Иисуса Христа. 2-е послания к Коринфянам, 5-я глава, 15-й стих говорит, «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили». Это удивительнейшая вещь, которую можно себе только представить, что нам не нужно жить для себя. Вы когда-нибудь общались с человеком, который живет для себя? Скучные эти люди. Эти люди вгоняют в депрессию. С этими людьми противно рядом находиться, потому что живут они только для себя. Это отвратительно. Встречали вы таких людей? А встречали ли вы людей, которые живут для Христа? Вот это интересные люди. Эти люди вдохновляют. Это благородные люди, потому что прекрасно жить ради Христа, быть Его свидетелями. 2-е коринфянам, 5-15, говорит, «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Мы не должны больше жить для себя, потому что Иисус умер и воскрес. И мы теперь живем ради того, кто умер и воскрес. Не для себя, но для Него, для Христа. А теперь вернемся к Деяниям 1.8. Я родился в Соединенных Штатах Америки, в штате Джорджия, в городе Атланта. В том же самом городе, где зародилась компания Кока-Кола. Я этим, конечно, особенно не горжусь. Чем уж там гордиться? Я очень, очень люблю Атланту. Я в восторге от Атланты. Мне всегда нравится туда приезжать. И первые 25 лет жизни я был младенцем. Я не мог себе представить и мысли уехать из Атланты. От Атланты я уехал на 60 миль, чтобы поступить в университет, но постоянно возвращался домой, потому что я был младенцем. Я хотел возвращаться в Атланту. А потом я переехал на 1000 миль, для того, чтобы поступить в Даллас, в семинарию. И я также, то и дело, возвращался домой, потому что я был младенцем, потому что не мог я себе представить жизни вдали от Атланты. Но однажды Бог меня изменил. И мне уже не важно было находиться рядом с Атлантой. Мне стало важно быть свидетелем. Не только в Атланте, не только в Джорджии, не только в Соединенных Штатах Америки, но и до края Земли. В годы моего младенчества я боялся, что вдруг наступит день, когда мне придется уехать из Атланты. Теперь я уже не младенец. Я боюсь, что настанет день, когда мне придется вернуться в Америку. Я не хочу жить в Америке, потому что в Америке много, очень много свидетелей. Я хочу жить в странах, городах, где свидетелей мало. И хочу быть свидетелем, потому что Христос меня изменил. Вскоре после того, как я решил навсегда уехать из Америки, многие люди стали мне говорить, «Но нам нужны свидетели здесь. Здесь, в нашей стране, столько работы. Столько всего нужно сделать». Так много людей, которые не верят в Евангелию. Не верят в Евангелие. Да, конечно, много. Но не верят они не потому, что им не проповедуется Евангелие. Не потому, что им просто не найти Евангелие. Нет. Но вы всегда найдете людей, которые скажут вам, «Вот здесь у тебя под носом столько работы». Но смотрите, «Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, Самарии и до края земли». Работа не заканчивается в Иерусалиме. И не закончилась, пока апостолы не отправились в Самарию. И после того, как христиане пошли до края земли, продолжалась работа и в Самарии. Подожди они, пока дело Христа в Иерусалиме завершится, никто бы никуда не пошел. Не было бы никаких миссий. Язычники не обращались бы ко Христу, потому что в Иерусалиме работа до сих пор не закончена. Иерусалим наполнен, заполнен неверующими людьми. Иудеи сопротивлялись Евангелию, пожалуй, сильнее других народов, сильнее многих других народов. Так что Иерусалим, Иудея, Самария нуждаются в делателях. Мы не можем говорить так, доделай работу в Иерусалиме, доделай работу в Иудее, в Самарии, и тогда уже отправишься до края земли. Нет. Вы будете моими свидетелями, будете несвидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и до края земли. Так вот, какой перед нами выбор. Выбор не в том, чтобы идти или остаться. Если вы христианин, то вы отвечаете за исполнение великого поручения. Вы отвечаете за последние слова Иисуса Христа, обращенные к нам. Идите научите все народы, получая их соблюдать все, что я заповедал вам. Ваше дело исполнять это. Также ваше дело исполнять Деяния 1.8. Вы будете мне свидетелями, когда сойдет на вас Дух Святой. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Будете мне свидетелями в Иерусалиме, и в Иудее, и Самарии и до края земли. Это стихи, обращенные к вам, не к миссионерам, не к учителям, не к проповедникам, а к вам и ко мне. Так какой же тогда у нас выбор? Наш выбор не в том идти или остаться. Наш выбор, поскольку мы христиане, посвященные служению в этом мире, и мы под властью Святого Духа, наш выбор между тем, чтобы отправиться самим или помочь пойти другим. Вопрос ваш не в том отправиться или остаться дома. Может быть, вы никогда не уедете из Курска, может быть, вы никогда не уедете из России, но вы тоже будете участвовать. Вы будете направлять других. Вы будете направлять других. Апостол Павел говорит, как пойти, если не будут посланы? Уильям Керри, великий основатель христианской миссии в англоязычном мире, сказал, «Я пойду в самую яму, я пойду на самое дно, спущусь на самое дно, если вы будете держать веревку». Если Уильям Керри собирается спуститься на дно индийского общества, то кто-то должен поддерживать веревку, кто-то должен его страховать, кто-то должен его направить. И мы участвуем в исполнении поручения в Деяниях Апостолов 1.8 не только в том, чтобы самим пойти, но еще в том, чтобы других направить. Мы скажем, «Да, я не иду, я не могу пойти, я не призван идти, я нужнее здесь». Это значит, что я буду направлять других. Это значит, что я буду участвовать в направлении миссионеров, если сам пойти не могу. Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com А теперь скажу вам о сопротивлении. Нам не так много осталось времени по этому фрагменту, но все-таки скажу две-три вещи о том сопротивлении, с которым мы сталкиваемся, о том, что вас остановит, что пытается вас остановить, чтобы вы не были свидетелем. Какое сопротивление вы встретите? Необходимо понять, что сопротивление против нашего служения, нашего свидетельствования происходит от побежденного, но все еще сильного духовного врага. Помните о нем две вещи. Он силен, но он также уже побежден. Я говорю о дьяволе, о сатане. Мы с вами не воюем за победу. Мы воюем исходя из победы. Победа уже одержана Иисусом Христом. Наш враг уже разгромлен. Когда моя дочь была еще ребенком, мы жили на побережье моря в Северной Каролине. Я водил ее с подружкой на берег к морю. И тут появился на поверхности электрический скат. Его вынесло на берег моря. Он был мертв. Моя дочка с подружкой, им тогда было лет десять. Они как-то меня уговорили, не знаю как, но они меня уговорили взять эту штуку и принести ее с собой домой. Я собирался положить ее в багажник и привезти домой. Так вот, я поднял этого ската, и он меня коснулся, коснулся моей левой руки. И я ощутил боль. Мне тряхануло. И так тряхануло, и боль пошла вверх по руке. И больно было несколько часов, боль дошла до плеча, потом в грудь отдало. И когда отдало в грудь, я пошел в больницу, потому что я испугался. Электрический скат был мертв, но все равно меня тряхнул, все равно причинил мне боль. Дьявол мертв. Нет, нет, он не мертв, он побит, он побежден, он сокрушен, но все равно, если мы неаккуратны, он может причинить нам боль, если мы не знаем, что делаем. Это нужно понять. Наших ресурсов достаточно. Мы имеем все, что нам необходимо. Мы имеем силу, мы имеем Духа Святого. Сопротивление нашему свидетельству придет из трех направлений. Во-первых, идолослужение природы, идолопоклонство перед природой. Например, древние люди поклонялись природе, они делали себе идолов, это с одной стороны, а с другой стороны, ученые, которые также из природы сделают идола. Неделю назад Стивен Хокин, профессор математики в Кембридже, сказал, что гравитация сотворила Вселенную. Нам не нужен Бог, потому что у нас есть гравитация. Это совершенно абсурдное заявление. Совершенно абсурдное. Послание к римлянам первая глава говорит о том, что, называя себя мудрецами, они совершают глупость. Но вот оттуда и возникает наше сопротивление. Идолопоклонство перед природой. Мы поклоняемся природе вместо того, чтобы поклоняться Богу. Когда мы начинаем говорить о том, что материя существует вечно. Дальше идолопоклонство перед человеком. Это гуманизм. Когда мы говорим о том, что человек такой развитый, человек такой умный, человек настолько культурен, человек настолько образован, человек столько открытий сделал, что Ему не нужен Бог, что Он может быть счастлив без Бога, что Он может иметь нравственность без Бога, что Он может иметь удовлетворение без Бога, что Он может сам стать себе Богом. И третий источник — это лжерелигия. На самом деле, первые два источника, первые две проблемы также являются ложной религией, но это ложная религия в маске. Третий — это ложная религия без масок. И примеров тому немало. Главный пример — это ислам. Но есть также культы и секты, есть также индуизм, есть также буддизм. Я познакомился в Будапеште на вокзале три недели назад с буддистом, который настолько привержен буддизму, что изучил тибетский язык. Очень и очень посвященный человек. Так что есть сопротивление. И он сопротивлялся моему свидетельству, потому что он был предан лже-религии. Наше дело — преодолевать это сопротивление. Наше дело — быть свидетелями Иисуса Христа, потому что Он вознесся к Отцу. И наше дело — быть Его физическими свидетелями. Иными словами, быть доказательством того, что Он имеет духовную силу своим физическим присутствием на этой планете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok